привет привет сегодня у нас такой новогодний рождественский урок мы будем рисовать уютного мишку в свитере с кружкой горячего теплого чая или какао может быть какого-нибудь морса ягодного будет сегодня хотя мы будем рисовать красками но будет довольно графичная работа потому что мы будем делать всякие тонкие линии для этого нам понадобится тоненькая кисточка и мы будем делать контуры поверх если вдруг у вас вот такого тоненькой кисточки которая буквально пара волосинок если у вас такой нет то это можно будет заменить на фломастер или карандаш черный но основную работу мы будем делать широкой кисточкой также нам понадобится карандаш я как обычно взяла цветной карандаш для того чтобы вам хорошо было видно что я рисую но вы можете использовать как цветной так и обычный карандаш как вам удобнее палитра на палитре должны обязательно быть синий красный желтый это три первичных цвета из которых мы можем намешать все остальные дальше я положила уже вспомогательные цвета зеленый который можно смешать желтого с синим коричневый это смесь желтого красного синего то есть трех первичных цветов либо коричневый можно получить из смеси красного зеленым то есть на самом деле коричневый тоже такой цвет для ленивых потому что можно его всегда смешать не обязательно брать готовый также понадобится белила и сегодня впервые я добавила черную краску потому что черным в конце мы будем делать как раз таки контуры этого точно говорила что если у вас нет тоненькой кисточки то вы заменяете ее на черный фломастер либо черную ручку тогда черная краска вам не нужна в работе так палитру я пока откладываю в сторону начинаем мы с предварительного рисунка мишка будет у меня во весь лист но для начала можно таким вот опять же овальчиком наметить что ну вот где-то здесь где-то такого размера примерно так я хочу его сделать на этом этапе если хочется его подвигать поменять размер то удобно это все переделать из всего этого овальчика вот тут у меня будет голова это будет у меня белый мишка у вас может быть бурый мишка у них немножко разные пропорции у белых медведей у них более крупное тело вытянута шея и мелкая довольно таки голова поэтому такая небольшая вот ведь я ее даже от первоначального плана в итоге уменьшила такая вот головка такой вот будет само туловище и тут уже пойдут лапки пока что тоже я их так намечаю довольно условно так здесь пойдет одна лапка она спокойно опущена вниз такой человекоподобный до мишка как будто бы он живет жизнью как человек в домике где-то так рука согнутая и здесь у него даже я сказала не лапа рука хотя видите конечно лапа и вот здесь будет кружечка из которой приятный идет аромат или пар вот пока я его так наметила теперь если меня все устраивает я начинаю уже прорисовывать более реалистично более подробно начну с головы вот он будет смотреть немножко в бок это я наметила ось серединку которая идет на носик треугольный носик так это мне линия глаз такой крестик там получается линия глаз ваде к один глазик 2 так как та сторона отвернулась что получилось что у нас здесь расстояние от глаза до середины меньше а здесь от глазовый середины больше та сторона которая утвернулась всегда меньше чем то стала которая к нам повернулась как и в портрете там так такая ямочка и лоб а здесь уже голова еще пошире у нас там затылок дорисуем ему саму морду тут от глаза вот так пошел вниз носик и вот сюда опустился губки если загнуть вверх то он будет улыбающийся ушки небольшие даже это хочу немножко побольше сделать вот так и у него довольно широкая такая мощная шея и тут уже начинается у нас свитер проверьте что у вас это расстояние чтобы было довольно большое даже если сравнить но вот видите как голова такое же это вот и основа используют прием который мы уже с вами разбирали что первые слои я делаю очень светло почти не видно а все последующие чуть-чуть ярче чуть ярче и получается что я даже не использую резинку потому что первые слои которые примерные они теряются под этими яркими воротничок у свитера и пошли плечики пузико конечно такое иначе бы мишка замерз зимой без такой подготовки заканчивается свитер и здесь будет такая вот так 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 резиночка и здесь кружку давайте нарисуем получше ручка и уже за ручку у нас держится лапа опять резиночка плечо как это плечо закончилась да и это плечо раз и закончилась нарисовали одну лапу это спускается спускается до уровня локтя выпирает а потом прячется тоже так и тут резиночка и сама лапа так дорисуем ему лапки нижние когти у него все-таки это же зверь хотя мы его и делаем таким очеловечным но все же это зверь такой будет интересный контраст да между уютным свитером и кружкой чая и когтями звериными так ну вот предварительный рисунок готов можно на этом этапе запланировать какие у него там будут узоры на свитере такие поделить сначала например на полосочки допустим в этом ряду пусть у него будут снежинки на свитере на свитере начала с центральной чтобы она красиво целиком влезла и эти уже там как влезет могут быть какие-то еще например маленькие снежиночки в этом ряду так здесь у нас допустим пошли зигзаги тут уже можно сочинять придумывать узоры какие вы хотите в принципе это можно так у нас есть такой идет набросок и прикидка потом все это еще можно переделать на верхнем слое ну вот примерно так можно какие-нибудь сделать ромбики можно сердечки сделать звездочки ну какие вот вы любите узоры такие и делайте тему хочу наверное здесь на локтях звезд добавить вот тут у нас будет легкая легкая тень так все предварительный рисунок закончен он готов теперь будем работать краской начнем с того что зальем фон мне хочется сделать его такой коричневый как будто бы это какая-то мятая бумага или пергамент я беру коричневую краску и развожу ее с водичкой довольно жидко мы уже с вами много раз работали густыми слоями когда краска прям вот оставляет такой мазок фактурный а сегодня мы попробуем делать жидкие слои видите такой полупрозрачный и вот так вот я заполняю весь фон красивый этот цвет коричневого сочетается с цветом карандаша который я взяла могут даже какие-то разводы оставаться вот пусть будет где-то даже чуть-чуть синего хочется подбавить синий делает коричневый более таким темным холодным не забываю добавлять водички и пока краска не высохла можно еще сделать такой прием взять любой кусочек бумаги тут у меня даже какой-то старый рисунок неудавшийся или салфетку или кряточку снять и вот так поделать отпечатки по сырой краске получаются какие-то красивые разводы так докрашиваю фон вот этот фокус с отпечатками сработает только пока краска сырая можно даже где-то и рукой вот так делать если у вас гуашь если у вас акрил то рукой наверное все-таки не стоит потом плохо отмывается но тряпочкой точно можно так подтягиваю вот здесь где у нас тень планировалась и заполняю вверх так 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 Продолжение следует... И опять попрыту, пока краска не высохла. Так, все, фон я оставляю. В принципе, можно побрызгать снежинки. Давайте это сделаем. Белый тоже с водой. И где-то по фону поверх. Чуть-чуть. Сильно не будем, чтобы не переборщить. Так, немножко. Ну вот. Так, давайте теперь самого мишку закрасим. Белый мишка. Мы уже знаем, что белые предметы, они не чисто белые. Они могут быть голубоватыми или желтоватыми в зависимости от освещения. Мы берем белую краску. И рядом смешаем белую с капелькой коричневого. Вот я из фона взяла. Вот. Получился такой бежевый, да, какой-то. Вот этот цвет теней будет, этот цвет цветов. Где у нас тени? Тени у нас вот здесь под свитером. Левая сторона лапки одной и другой. Вот здесь под этой линией подбородка. Так. Вот тут вокруг глаза. И боковая сторона. Вот тут. Теперь я беру чисто белый. И закрашиваю все, что осталось. Стараюсь не закрашивать линии, которые были до этого построений. Чтобы у меня подсказка оставалась. Где там они проходят? Мы, конечно, будем их делать дальше в конце черным цветом. Кисточкой или фломастером. Но все равно. Пусть они остаются просвечивать, чтобы нас дальше направлять и нам подсказывать, где рисовать фломастером. Если у вас белый цвет слишком прозрачный, нужно просто меньше воды использовать, больше краски. Прозрачная краска получается за счет воды. Так. Не забудем здесь лапку. И когда высохнет, я еще белым пройдусь. Где мне нужно высветить? Пока оставлю так. Свитер. Можно сделать любого цвета. Вот какой у вас любимый, такой и используйте. Можно синий, можно красный, можно зеленый, можно все цвета подряд. Я, наверное, хочу сделать красный с зеленым. Какие-то полоски у меня будут красные, какие-то зеленые. Ну, начну вот с этой. И тоже делаю ее такую жиденькую краску с водичкой опять полупрозрачным. Аккуратненько закрашиваю. Так, эта полосочка красная. Раз она красная, то дальше вот эта, наверное, тоже будет красная, которая у меня с зигзагами. Аккуратненько закрашиваю. Так, и вот здесь резиночка тоже красная. Оставшиеся полосочки будут у меня зеленые. Опять зеленую краску с водичкой. Вы выбирайте те цвета, которые вы любите, чтобы вам ваш рисунок в первую очередь нравился. Самое главное – это художнику получить радость и удовольствие от своей картины. Так, а вот кружку я сделаю темную, чтобы она у меня выделялась на фоне этого цветного свитера. Я ее сделаю коричневым. Беру коричневый цвет. Уже тоненькую кисточку поменяла я, широкую на тонкую. И закрашиваю кружку. Но закрашиваю снаружи, а внутри не буду, потому что там у меня напиток какой-то. Я его сделаю желтым. Пока не высохла краска, возьму белый с желтым. И вот здесь добавлю блик. Прям в сырую краску вмешиваю. Помою кисточку, отожму и чистой сухой кисточкой так раз. Переход смягчил и получился у нас градиент. Все заблестело. Этим же желтым цветом вот здесь подчеркну. Помыл я кисточку и чистой кисточкой беру желтый цвет, тоненький. И заполняю внутри напиток. Тем временем у меня свитер уже подсыхает. Я мою кисточку тоненькую и хочу еще какие-то цветные акценты расставить. Возьму красный снова и пройдусь им еще раз. Здесь полосочки подчеркну на резинке. Второй слой ложится темнее, чем первый. За счет того, что первый прозрачный, а второй уже я делаю более густой. Так, вот здесь еще мне хочется сделать такие вот треугольнички. Между снежинками я их делаю. У меня просвечивает карандаш. Я вижу, где будут потом снежинки. Поэтому между ними такие вот сочиняю еще какие-то узоры цветные. Тут, кстати, если у вас есть какой-нибудь красивый зимний свитер, можно даже на него и подсмотреть было. Вдохновиться. Так, здесь хочу между зигзагами сделать тоже. Один зигзаг, чтобы у меня был потемнее, а другой посветлее. Верхний ряд зигзагов заполняю. Дальше оставляю как есть, а второй снова заполняю. Дальше оставляю как есть, а другой стороны. Там, ну что видно, то и делаю. так здесь у меня будут сердечки вот я их красным тоже сделаю ярким этим и вот эти ромбики на зеленом фоне тоже сделаю красным и вот эту левую руку на зеленом сушеной я надеюсь на что тебе планирует и вот эта левую руку подходит и вот прям разумеет и вот тут вот это да что я и к примеру и вот тут у тебя была Мыю кисточку, отжимаю и чистой сухой кисточкой беру снова зеленый цвет и сделаю снежинки зеленым поверх красного. Чтобы кисточка рисовала тонко, нужно рисовать самым кончиком, она должна смотреть вверх в потолок и я почти не давлю, кончиком аккуратненько рисую, потому что если кисточку держать тоненько, а если на нее давить, она сразу ложится, как бы падает и начинает рисовать так вот широко, видите какая широкая. Вот так еле, как будто мы щекотим лист, еле-еле, касаемся тоненько, рисует опять, упала широко пошла. Вот нам надо тонко. Если вдруг не получается кисточкой делать тонко, все, уже можно краски убирать в сторону, смело брать фломастеры или цветные карандаши и вот эти мелкие детали продолжать ими, если вдруг не получается. Но пока получается, мы все-таки сражаемся за то, чтобы кисточкой делать. я в итоге вот эти звездочки на рукавах заменила тоже на снежинки, что-то я передумала и со звездочками. Так, что еще можно добавить? Можно добавить вот здесь, например, треугольнички зеленые, между красными ромбиками вот они пошли. Если начинает уже краска плохо тянуться за кисточкой, возможно водички мало, можно тоже смочить кисточку, будет более подвижная краска. Вот такой симпатяга. Мою кисточку. Добавлю ему сейчас еще белых. деталей на лбу белых мазков. Чисто белую краску с сухой чистой кисточкой. Добавляю белые мазки вот здесь на лоб, на нос, выступающую часть и вот сюда вниз. на ушко, на одно и на второе. На лапку добавлю. на эту. И сейчас нужно будет сделать пар. Кисточку вот так кладу на бок и так проскальзываю наверх. можно еще изгибать их. Так можно добавить еще белых точечек. Узоры делают не только черные, но и белые. Давайте в серединку снежинки каждый сделаем белую точечку. Даже можно добавить каких-то деталей. и делаю от зеленой полоски такие вот белые лучики. На каждой у меня получается и потом делаю через один. И дальше уже смотрю, где еще можно добавить. Допустим, здесь мне вообще захотелось сейчас вот так вот точками по зеленым пройтись, потому что у меня толстые зеленые полоски. Вот так. Здесь также сделаю точечками и лучиками. Добавлю точечек еще вот тут. Так, добавим еще, наверное, вот эти промежутки между ромбиками. Тоже я сделала их с точечками с белыми. По сути, то, что мы сейчас делаем, называется графика. То есть есть понятие живопись, это когда красками рисуют какую-то реалистичную картину со всякими там переливами, светами, тенями и так далее. Когда делается, берется один, два или три цвета, у нас здесь небольшое количество цветов, и все ими делается, всякие узоры, контуры. Вот это называется графика. Рафика бывает черно-белая, а бывает цветная, у нас сегодня цветная. Ну, за счет того, что у нас, например, в свитере два цвета работающих, это зеленый и красный, да, белый и черный не считается цветом. У нас получается очень сдержанная гамма, ограниченная из двух цветов. Поэтому работа смотрится графично. Мы все время как будто бы играем одними и теми же нотами. Красный, зеленый, красный, зеленый. Подчеркиваю зигзаг точечками. Ну, и тут тоже тогда. С белым, конечно, очень нарядно все становится. Точечки идут прямо вот по узору, который мы карандашом намечали вначале. Так, в центр каждой снежинки хочу добавить. И вокруг них тоже где-то. А сердечки прямо обведу белым. Если сейчас белым получается неаккуратно, вообще не переживайте, потому что можно просто, как я уже сказала, взять черный фломастер и пообводить сверху. Это еще такой не финальный вид. Может быть, все не очень аккуратно. Так, и вот где у меня резиночки, добавляю таких полосочек. Так, все, теперь точно я с краской закончила. Можно взять черный фломастер либо черный карандаш. Либо, если у вас здорово получалось с кисточкой, то можно поработать этой же кисточкой, но черным цветом. Я, наверное, попробую. Там посмотрю, насколько аккуратно у меня получается. Если краской, то это у нас черная краска с водичкой, такая вот жидкая. Либо фломастер. Давайте начнем с носа. Треугольничек у нас. Треугольничек носа. Так, глазки. Точечка, точечка. От носа вниз линия. Губы. Обводим подбородок. Кисточкой довольно сложно. Это требует уже такой опыта и ловкости. Поэтому смотрите, сами оцените свои силы. Все-таки фломастером или кисточкой вам удобнее. Не стараюсь все за раз обвести. Лучше маленькими такими движениями. Вот такими штришками, чтобы он мохнатый был наш мишка. Лучше маленько. 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 Продолжение следует... 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 Чем темнее у вас был фон, тем наряднее будут выглядеть брызги... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...